Вы еще не вакцинировались? Тогда медики придут к вам. Минздрав региона подтверждает, поставить прививку от COVID-19 можно и дома. Подробнее расскажет Гульнара Шарипова. Измерение температуры, пульса давления, заполнение анкеты и согласие на вакцинацию. Прививка дома ничем не отличается от той, что делается в поликлиниках и мобильных пунктах. Разница лишь в физических возможностях пациента. Для некоторых вакцинация дома – это единственная возможность защититься от инфекции. А куда я на ней? Мотора нет. По сугробам я не смогу на ней ехать. Так что так. Я живу один, в принципе. Я один живу. Сестра приезжает, продукты привезет, которые я заказываю. Или дочка приедет. Вот недавно внук был, приезжал. Так вот. Существуем. От момента принятия решения вакцинироваться до самой прививки у Анатолия Александровича ушло несколько месяцев. Звонки на единый номер по вопросам COVID-122 были не совсем результативны. Вот и в профильном ведомстве советуют заявку на домашнюю вакцинацию лучше оставлять в поликлинике по месту жительства. Не придется ждать, пока операторы регионального колл-центра передадут ее в медучреждение. Показания для вакцинации на дому рассматриваются в поликлинике. Приоритет, конечно, это лица с ограниченными возможностями. Как раз вот маломобильные граждане, которым тяжело добраться до поликлиники по тем или иным причинам. Или в силу возраста. Бригады, готовые привить жителей в их домах, работают ежедневно, по всему региону. Услуга оказывается бесплатна. Пациента о дне и времени приезда медработников предупредят заранее. В день мы можем человек пять, от пяти до десяти. Так, в две смены работаем, так что можем в любое время. Будет желание привиться, пожалуйста. По информации профильного ведомства, 511 тысяч жителей региона привились первым компонентом. Чуть более 340 тысяч человек прошли законченный курс вакцинации. Среди них более 126 тысяч тех, кто старше 60 лет.